здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема пересадка перевалка пикировка не знаю как сказать правильно потому что к перцам и баклажанам к ним особое отношение когда я позволяю себе такую роскошь побродить по бесконечным бескрайним полям интернета то нахожу некоторые статьи в которых написано например как пикировать перцы или баклажаны когда я читаю эти статьи меня берет просто утро человек который пишет он даже не понимает что такое пикировка а что такое перевалка вот мы хотим сегодня и об этом с вами поговорить так как же все-таки правильно перекатить перевалить или распикировать перцы дело в том что существует два мнения первое мнение перцы баклажаны пикировать нельзя существует второе мнение перцы баклажаны пикировать обязательно но ведь пикировка это нарушение корневой системы мы когда пытаемся как бы до пикировать помидоры некоторые даже не понимает что такое пикировать пикировка это когда центральный корень на одну треть снизу отрывается для того чтобы удалить точку роста и дать возможность перцу выпустить боковые корни вот что такое пикировка но нарушив его центральный корень ему понадобится пара недель чтобы прийти в себя восстановиться и начать образовывать боковые вот видите как я все-таки была права ранний посев перцев позволяет нам даже пикировать а не просто перевалить но у нас тут все сложно перцы и баклажаны находятся вот таких дохловатых стаканчиках это тот вариант когда из маленькой посев посевной там посудины они переехали по два заметьте по два в эти стаканчики и перчики они видите это перцы гагашарного типа ольга и эти перчики будут посажены не по одному а тоже по два вот эти замечательные в эти замечательные контейнеры и начинаем вот баклажан по внешнему виду он не имеет никаких особенностей да все листики одинаково зеленые одинакового оттенка а перцы как раз но мы до них еще дойдем имеет особенность в окраске и я покажу и расскажу почему значит но мы будем пересаживать перекатывать переваливать уж не знаю как сказать блин вся запуталась именно баклажаны сейчас значит вот контейнеры эти контейнеры они больше двух литров побольше чем двух литровая банка имеет квадратную форму что очень удобно при постановке на полке на окно кстати у меня на окне три ряда вверх можно расположить пересаженные все эти культуры хочу сказать что теперь таких горшков нет это производство польши а польша нам показала сами знаете что большую фигушку со своими дурацкими санкциями значит нам для того чтобы перекатить вот этот стаканчик перцев простите баклажан нужно сделать лунку глубина лунки должна быть такой чтобы она соответствовала количеству почвы и корней которые находятся вот здесь в стаканчике баклажаны также как и перцы не очень любят когда их заглубляют и подсыпают им почву потому что у них вот как вы как он взошел на уровне до почвы а семидольки сверху вот настолько расположены так вот принято считать у ученых что ученых овощеводов я имею ввиду что до семидольных листьев ни перец ни баклажан корней не образует это относится к другим культурам к помидорам частности значит так лунку я приготовила теперь нужно оттуда добыть вот эти два растеница ну конечно мы будем нажимать аккуратненько хочется посмотреть вот прям через очки что там происходит какова там корневая система ну вот посмотрите здесь видно не сломать бы здесь видно что корешки вот они вышли уже да за упёрлись в дно стаканчика значит им тесновато вот они корешки их видно то есть корневая система развивается достаточно хорошо вот они корешки и мы этот ком земли с двумя этими милыми растениями которые весь мозг еще вынесут в процессе их подращивания отправляем в эту лунку вот видите баклажанчик баклажанчики оказались в лунке мы по я не буду почва влажная до в стаканчике почва влажная и я не буду проливать не сильно и никак потому что некоторым растениям надо дать возможность заработать корневой системой то есть ничего же не произошло мы только перевалили сюда растения и ничего такого мы не делали чтобы нарушить корневую систему но уплотнить почву около почвы из стаканчика мы конечно должны ее надо уплотнить везде чтобы никаких воздушных пустот не было значит уплотнив почву около вот этого земляного кома у корней баклажана вы должны понимать что через два-три дня вы все-таки аккуратненько прольете и это обязательно но есть такие культуры которые высаживаются и при этом не поливаются такие как герги три дня не поливаете да а вы как хотели для того чтобы заставить растение растить корневую систему вот посмотрите он себя будет чувствовать замечательно с ним ничего не произошло кроме того что у него появился новый дом до контейнер который вы знаете все время забегая вперед у меня слова опережают мысли иногда наоборот и получается каша я хочу сказать что не просто так он уже посажен в такой горшок потому что сейчас начнется интенсивное развитие стебля с листьями и конечно при таком тепле а он любит тепло это вам не перец не огурец и не помидор у него тепло и вот так ему нужно и он быстро интенсивно начнет расти наша задача состоит в том чтобы тепло было пока он еще не цветет но оно должно быть все таки разумным 18 20 22 градуса это уже много поэтому мы отправим все на окно на солнечное потому что страданий никаких нет ничего не нарушено теперь мы будем переваливать все таки это правильное слово переваливать перцы по два в один горшок и обратите внимание я вам говорил что открою маленький секрет почему перец особенное растение вот его листья до крайние листья уже большие они достаточно темного цвета а серединка обратите вот пристальное внимание она светлая это значит что растению хорошо и она растет интенсивно если поле после пересадки в парники там в теплице вы увидите что у вас у перца листья и середина и листья расположенные по краям одинакового цвета темного это значит что перец остановился в росте всегда у перца светло зеленая серединка усвоили молодцы значит ну и фокус-фокус делаем лунку так что у нас два земляных кома вошло отодвигаем вот у меня вилка любимый инструмент данном случае очень люблю делать именно вилкой вот так это все будет ну я надеюсь что все войдет сюда кстати сказать все пикировки переваливания пожалуйста делайте в тот день когда луна проходит сухой бесплодный знак чтобы не возбудить может вы оторвете листочек может корешок какой-то пострадает вот чтобы болезни не было и чтобы ранки не загнивали нужно выбирать всегда сухой знак и желательно на убывающей луне потому что нас беспокоит сейчас корневая система она должна развиваться быстрее и лучше чем вверх растения посмотрите на стаканчик туда внутрь видите да белые ниточки корней это замечательно просто они прямо по всему контейнеру по всему стаканчику и нам надо очень аккуратно не нарушив эту корневую систему его оттуда вызволить и еще хочу сказать не надо держать в таких стаканчиках долго ну не растет растение перец как орхидея наверху на какой-то сосне распустив корни вокруг нее нет у него корни должны быть в темном месте в земле поэтому либо оборачивайте чем-нибудь чтоб свет не попадал на корневую систему либо пораньше все-таки перекатите так устроим сначала один а теперь надо отодвинуть почву чтобы вошел второй девочки услышьте меня если мы по два перца перекатываем в контейнер который в котором они будут жить до высадки мы вот так и высадим в лунку 2 вы сэкономите во первых время во вторых место а в третьих перцы от этого будут только лучше они хуже и у этого корневая система замечательная и мы также видите да просто замечательная и мы отправляем его также в лунку старайтесь ничего не оборвать уж тем более не загнуть вверх корни растение не выживет однозначно так значит моя любимая вилка и мы также прямо туда землю вот вдавливайте около этого стаканчика чтобы не было пустоты два-три дня это все постоит без ваших манипуляций через два-три дня пролейте ну пролейте желательно по этому кругу вот где находится край корневой системы перчиков и все будет очень даже хорошо значит теперь послушайте меня внимательно я повернула контейнер специально макушечками к вам чтобы вы понимали о чем пойдет речь уже появились такие комментарии и звонки у меня у перцев все листья в дырочку девочки вы почему так редко подходите к своим посадкам у вас тля в дырочку у вас видите ли листики у вас тля и вы должны бежать бегом в магазин купить препарат танрек или уж хотя бы там фитовермом если дома ничего нет ну другого нет варианта можно например взять стакан золы запарить литром кипятка сутки постоять настоять а потом отсидите опрыскать но торопитесь настои суперфосфата столовой ложкой на литр тоже в горячей воде сутки даст тоже хороший результат от этих от золы и от суперфосфата для перестанет производить себе подобных у нее детородная функция закончится но то что останется она пропадет естественно но вы должны понимать что танрек он уничтожит либо какой-то другой препарат от ли который вам предложат но обработать растение все абсолютно снизу и живет тля не здесь сверху это для вас привычно она живет вон там под листиками поэтому повнимательней мы же столько с вами уже выстрадали вы что с января месяца нам уже мозг выносит растение на окне а вы хотите их потерять что ли это очень быстро произойдет ну в общем вот таким образом будут перри валены все растения которые находятся на столе и естественно сегодня овен и завтра овен и я надеюсь что я перри валку закончу сегодня другого нету очень далеко в марте они уже готовы к пересадке на этом все